Совсем скоро прозвучают особенно торжественные слова для каждого православного. Христос воскрес! Праздник Пасхи особенно светлый, ведь олицетворяет собой победу жизни вечной над смертью. Именно поэтому к нему верующие особенно готовятся. Прежде всего, это путь Великого Поста. И ограничение в пище здесь далеко не самое основное. Когда ты удаляешься и постишься во всех своих чувствах, и не услаждаешь все свое, кроме чрева и остальные свои чувства, то есть ты во всех пороках удаляешься, то это действительно настоящий пост. И вот этот пост считается самой продолжительной в году, потому что он состоит из двух постов. Это Святая Четыридесятница, которая идет 40 дней, потом Лазарева суббота следует, и вход Господень в Иерусалим, или как у нас в народе называют Вербное Воскресение. Это тоже два постного дня. Затем следует Страстная Седмица. Вот она уже, в общем-то, идет, это тоже такой особенного, строгого поста. То есть, когда Церковь воспоминает последние дни жизни Господа нашего Иисуса Христа, ну и, естественно, венчает, конечно же, Пасха, Светлая Христовая Воскресенье. Верующие читают покаянные молитвы и акафисты. Псалтырь готовится к исповеди и причастию. Пасха — это ведь праздник в праздник, поэтому всю радость праздника Светлого Христового Воскресенья невозможно ощутить, если православный крестьянин не пройдет путь Великого Поста. То есть, наш путь со Христом на Голгофу. И вопрос только в том, как мы проходим этот путь. То есть, или мы подкидываем гвозди, или мы распинаемся со Христом. До окончания Святого Поста осталось совсем немножко времени, но, тем не менее, вот эти последние дни, которые остались, можно использовать с пользой для души, чтобы потом в сам праздник Пасхи умереть со Христом для греха, а воскреснуть с ним для жизни вечной. Особенно торжественный вид в эти дни приобретает убранство храма. Его угрышают различными цветочными композициями. Вот такую красоту в Свято-Семеновском соборе совместно организовывают матушки и прихожанки. Композиции составляют сами. Цветы располагают на специальных оазисах, пропитанных водой. Материалы для композиции доставляет планета цветов. Это очень кропотливый труд. Цветочек за цветочком. Важно, чтобы композиция была не только красивой, но несла в себе особые смыслы. При этом каждому празднику соответствуют свои цвета. Площаницы белые преимущественно цвета. А уже сама Пасха, когда споет «Христос воскресе», уже завтра у нас все будет красненькое. Красненькие яички, ленточки. Богородичные преимущественно тоже. Вот что-то беленькое, голубенькое. Есть и зеленое, когда облачение какое в храме у священников. Стараемся так, чтобы под цвет все была гармония. Девчата, наши мамочки с воскресной школы, деток, прихожане. Отзывчивые люди. Замечательные. Это наши феи. Приятное место работать? Очень приятно. Очень. Без наших девочек с праздником, без наших девочек невозможно. И еще один традиционный символ, без которого нельзя представить праздник. Это кулич. Его выпекают в трапезные храма. Для этого используют специальное оборудование, которое позволяет значительно экономить время и при этом делать вкусно и качественно. Есть и свои кулинарные секреты мастерства. Мука замешивается и ставится так называемая опара. После тесто подходит и снова замешивается, а уже после раскладывается по формам и отправляется в дыховой шкаф. За раз в нем можно разместить до 20 куличей. Позже их достают и, когда изделия остынут, украшают. Приходим на работу. Сразу у нас молитва. Мы перед иконами молимся сначала. Потом начинаем работать. С молитвы начинаем, молитвы заканчиваем. Сделали, молитву снова прочитали. Бабушка моя была, она жила, когда в церкви десны. Бабушка у меня пела в храме, певча была. Она делала тоже куличи, она делала просфоры. Она и, ну, кстати, вот тоже все делала. Вот она учила. Она делала и караваев, всем по свадьбам делала все. Пироги делала, рулет эти вот с маком, с корицей. Все это она делала. Вот она своих дочек научила. Вот мама меня научила. Уже завтра православный верщик отправится на праздничную службу в храмы для того, чтобы осветить пасхальную снеть. А после полуночи радостно поприветствовать друг друга. Христос воскресе!